Представители знака Зодиака Рыбы, мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте! Событие ближайшего будущего, второй расклад на неделю с 6 по 12 мая. Давайте узнаем колода Волшебное Зеркало Ленорман. Что нам она нам расскажет, какую ситуацию в вашей жизни отзеркалит. Давайте узнаем. Мне любопытно, думаю, вам тоже будем реалистами. В деталях карты не расскажут, безусловно, мы все разные. Но я надеюсь, проведем с вами приятное время. И думая о какой-то своей ситуации, глядя на образы карт, вы что-то просчитаете для себя. Или поможет разобраться наш расклад в каком-то вопросе для вас. Итак, еженедельный наш прогноз и первая карта, что важно знать. Или какая сфера жизни будет наиболее актуальна на этой неделе. Чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать. А что вам будет помогать. Что скрыто. Достанем и такую карту. Дела, работа, бизнес. Смотрим энергии. Энергия денег на этой неделе. И что же в личной жизни. У вас сильная позиция. И по делам домашним. И по семье. Даже если вы один или одна. Все равно какие-то вопросы. Быта, благоустройства. Может быть вашего проживания. Где, с кем. Может быть, или если ваши отношения только что, ну, завязались. Переходят еще на какой-то другой уровень. То тут тогда на укрепление все идет. Было знакомство, предположим. А здесь скорее уже какая-то надежная дружба. Или еще какие-либо вопросы. Дела. То, что вы себе наметите в план. Это тоже будет говорить о том, что укрепляются ваши позиции. Или это, ну, где-то по работе, по вашему бизнесу. Или по изучению чего-то нового. Карта стабильности, спокойствия. Карта говорит о том, что благоприятный период жизни, по крайней мере, размером в эту неделю. Когда мы уверены в себе, когда мы что-то сумеем просчитать очень правильно. Карта надежного окружения. Поэтому как минимум один-два человека, которому вы можете или которым вы можете доверять, у вас есть. По этой карте проходят еще и, знаете, новые перспективы. Все-таки рост есть еще в значении карты дерева. И это может означать, ну, вы задумаетесь построить карьеру. Или осуществить какой-то план. Это не произойдет быстро с учетом именно аркана дерева. Но правильное планирование на дальнейший период своих действий или своих планов, это тоже будет на этой неделе как-то продуктивно. Неожиданности башни. Вот я бы сказала для тех, кто один или одна, вы можете с учетом аркана как раз дерева, знаете, как обособиться. Вот по какой-то причине, может быть, это услышанная новость. Или что-то вам может не понравиться. Или вам захочется просто как уединиться. И есть в этом риск, потому что мы можем остаться в одиночестве. Вот правда, именно в этой колоде карт. Да, у вас сильная позиция, карта башни об этом и говорит. Но мы вот этой башней надежной как будто заменяем теплоту чувств, тепло близких, искренность в отношениях. Мы сами строим эту крепость. Но в итоге какая-то надежность, она не должна превратить вас в одиночку. Ну вот буквально так, в неожиданностях, вот все то, что я сказала, подобная ситуация у вас может быть. Больше почему для тех, кто один или одна? Потому что захочется побыть на своей волне. И вроде бы как и позиция прочная, но есть риск застрять в этом надолго, мои дорогие. В неожиданностях это у кого-то может проиграться и по-другому, безусловно. Когда на работе вы будете просто сохранять свои позиции. И если вопросы касаются учебы, дел, оформления каких-то документов, тогда вам будет помогать, мои дорогие, много может быть разной информации. И себя будет важно сохранять. Вот представить, что вы тогда словно в этой башне. И вас никто не достанет, пока, буквально, пока вы не дадите какую-то возможность. Или не совершите какую-то оплошность. Не расскажете о себе больше, чем следует. Или когда вообще, в принципе, свою позицию сохранять. Сохранять свое доброе имя. Не рисковать своим положением в обществе. Быть очень внимательным. Ну вот, наверное, по-разному. Переложите значение этих карт. То, что я обрисовала, можно до бесконечности продолжать. Но основные вот эти две позиции, насколько это проигрывается с вашими событиями в жизни. Чему сейчас не время? Или ли это карта искренности? Вот не время быть искренним. И, правда, все то, что я сейчас сказала, для вас, видимо, актуально. Не время душу перед кем-то открывать, мои дорогие. Может быть, и есть какой-то человек, но он один. Но все же, кто знает, может быть, потом сложится какая-то ситуация. И вы даже можете пожалеть о том, что сказали где-то лишнего. Или, ну, с кем-то разоткровенничались. Или, разговаривая с высокими чиновниками, есть такой прием. Уметь держать паузу. Я думаю, многие из вас это знают, это психологический прием. Я в двух словах обрисую, чтобы вы, кто не знаком, чтобы вы правильно понимали, какая ваша позиция должна быть с учетом Аркана Лели, которой, чему сейчас не время. Вы, предположим, хотите что-то рассказать человеку, но вы для себя обозначили четкий фарватер, что вам будет сказано, а что нет. Вы пришли, это бывает так, что вы к начальнику пришли, к руководителю предложить какое-то свое видение, предположим, проекта. Вы ему говорите, а он молчит. И вы, находясь в позиции, преподносящего эту информацию, всегда задумываетесь, а почему молчит человек? Наверное, не понял. И что вы делаете? Вы начинаете рассказывать больше, чем вы собирались. А человек опять молчит. И вы понимаете, что, ну, наверное, я плохо рассказал. Вы не думайте о том, что человек держит паузу, потому что это такой прием. Он просто молчит, для того, чтобы вы сказали больше. И таким образом можно проболтаться достаточно много. Вот что-то подобное, с учетом вот этих арканов, которые выпали в позициях предыдущих, и чему сейчас не время арканы лилии. Искренности это прекрасно. Но, видимо, что-то подобное, как уметь держать паузу, вот именно на этой неделе для вас будет более, ну, как-то полезнее. Так вот, что же вам будет помогать? Понимать, что какие-то отношения могут закончиться, или какие-то контакты могут закончиться. Вообще, карта радости, карта праздника, приятного общения. Но букет имеет тенденцию к увяданию. Поэтому, кто знает, вы можете как-то неправильно оценить, может быть, конкретного человека. Или он может вызывать у вас доверие. Возможно, это будет касаться кого-то нового в вашем окружении, который появляется с учетом, тем более, аркана, букет. И тогда, с одной стороны, позволить себе общение, позволить себе вдохновение. Это ведь не отменяется какое-то общение. Не находиться, нам сказала, башня, не находиться в гордом одиночестве. Это не в плюс, особенно для тех, кто один или одна, а быть как раз открытым. Но открытым – это не значит, что вы, открытая книга, и о себе все рассказали. Что-то и оставлять с паузой. Или в глубине себя пройдет время, и дальше вы разберетесь. Но помогает само по себе, как и общение, так и возможность договориться. Давайте, что скрыто. А вам какое-то предложение может быть. Кто знает, вы о себе что-то рассказали. Человек вас может конкретно как-то неправильно оценить. Вот, кстати, и сделать какое-то предложение, которое для вас, ну, может быть, не очень интересно. Или по этой карте все-таки всадник – это приезд какого-то человека, встреча, или ваш отъезд куда-либо в позиции скрыта. Это может быть и такая ситуация, когда вам придется куда-то отправиться. Может быть, из-за того, что вы какой-то вот из-за какого-либо разговора, либо по ситуации какой-то. Будьте внимательны на этой неделе. Нам не говорит ведь карта. Это плюс или минус. Хотя я могу попробовать. Давайте мы достанем карту вот так. Что-то может касаться какая-то информация с карты всадник. Даже достаточно быстро, которая к нам приходит, и неожиданно. В последующем, это пока мне на неделе скрыто, может касаться как раз вашей недвижимости, или вашего дома, или ваших домочадцев. Давайте еще одну достанем. Что это будет значить для вас? Информация по поводу ваших детей, или каких-то новых начинаний, или того, что может быть перспективно. А на этой неделе, видимо, ну, правда, через общение вы можете узнать какие-то новости, или то, что для вас будет означать прогрессом. Определенно уходить в какую-то глухоту и в одиночество не стоит. И нам выпадает мужчина. Причем в этой колоде двояко изображение персональных карт. Две карты мужчины, две карты женщины. И это более конкретная карта из двух мужских. И это может быть человек. Либо от него новости, либо вы что-то о нем узнаете, или какая-то история будет связана и с мужчиной, и с домом, и, ну, где-то с вашими новыми планами, мои дорогие. Давайте мы посмотрим дела работы бизнеса. Для кого-то захочется вот так уединиться и закрыться, потому что вокруг буквально карта змея. Все змеи, я никому не могу доверять. Или обстановка какая-то очень сложная вокруг вас. Когда приходят неожиданные новости, именно они будут касаться вас, и вы можете даже испугаться, мои дорогие. В этой колоде карты именно змея пугает. Или что-то происходит, когда мы, ну, на миг можем замереть и не знаем, как к этому относиться. И тогда страх не должен нас парализовать. И это выпадает на дела, работу, бизнес. Может быть, как оформление какого-то документа. Или мы сказали новость. И эта новость не обязательно с учетом аркана змея, что это будет правдой. Задача в том, что быть достаточно мудрым и увидеть не то, как вам, допустим, подают какую-то информацию, а как это дело обстоит на самом деле. Это карта слухов еще. И какие-то слухи могут прийти к вам, а вы их воспримете как истину в последней инстанции. Или, мои дорогие рыбы и рыбки, какая-то конфликтная ситуация может быть вокруг вас на работе, и вам захочется дистанцироваться. Я не могу сказать, что вам это вредит. Нет. Но потому что карта башня, у вас сильная позиция, и рядом карта дерева. Но быть готовым, наверное, к тому, что вы узнаете какие-то новости, которые вас могут, ну, буквально ошеломить, или они будут неожиданные. Нельзя как-то прореагировать быстро. Бездомно. Здесь нужно все же по змее у нас предусматривается скрытая мудрость. Змея ведь это мудрость, тоже символ есть такой. И поэтому мудро подходить к всему тому, что происходит вокруг вас, как обстоятельства, так и к новостям тоже. Не торопиться. Или когда человек, которому вы доверяли, вдруг на этой неделе, ну, как-то совершенно по-другому себя поведет. Что у нас на деньги? Не быть в иллюзиях. У кого-то может проиграться, как желание конкретной женщины. Может быть, та женщина, которая очень важна даже для вас. Но она в своих планах. Или вы можете продумывать какую-то свою, мои дорогие девочки, историю или строить планы. Вот именно в этой колоде карт, как я уже говорила, две карты персональные и по части женщин, это больше наши мысли. Или то, что не существует в реальности. То, что вы еще намеревались или хотели бы получить. И вам выпадает на деньги. И я тогда могу представить, что не совершите каких-то ненужных покупок, например. Или не торопитесь, рядом у нас аркан змея, на что-то соглашаться. Для мужчин это тоже нужно быть внимательно прозорливым, оценить какие-то предложения. Может быть, со стороны вашей любимой женщины есть какие-то планы, и вы хотите каким-то образом помочь. Но есть еще и реальность, и тогда какое-то соломоново мудрое решение вам придется принимать. И, может быть, вполне кто-то из вас скажет нет кому-то. Либо родственница своей, далекой или близкой. Либо кто-то может к вам обратиться, одолжи мне денег. И я могу предположить, вы тоже можете сказать нет. И тогда с учетом вот этой карты змея, человек просто, ну, как-то прореагировать может. Для вас несколько неожиданно. Личная жизнь, давайте посмотрим. Ну, деньги все-таки есть. Видимо, деньги у вас будут. Но кто знает, может быть, обстоятельства жизни складываются таким образом, что как будто есть куда их потратить. Так вот не торопитесь, правда, с тратами. Карта рыбы – одна из самых лучших карт в колоде Ленорман. Это конкретно новые планы, новые возможности, поездки, переезды. То, что вы планируете. И это все осуществимо. Но нужно либо вам с кем-то договариваться, либо правильно просчитывать, правильно распоряжаться деньгами. Так или иначе, мои дорогие рыбы и рыбки, очень благополучная карта на личную жизнь. И в принципе-то у вас сейчас сильная позиция. Но вокруг есть еще ряд моментов, каких-то событий, может быть, поездок, переездов, согласований, чьих-то желаний. Не без этого будет на неделе. А вам придется принимать соломоновые решения, чтобы себя не подвергнуть риску, чтобы себя не обесточить в плане финансовом, но и где-то не эмоционально не отреагировать на эмоции окружающих, на их настроение. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда. Субтитры создавал DimaTorzok